Всем привет! Меня зовут Артём. Я на самом деле гастарбайтер, я из Кыргызстана. Здесь я в Минске около двух лет. Мне очень интересно Минске, мне очень нравится, я здесь собираюсь остаться. Отличная страна, отличный город, просто я не могу не нарадоваться тому, что, так сказать, переехал сюда зарабатывать. Потому что ошибки свойственны людям. Только компьютер не делает ошибок. Мы все ошибаемся, мы учимся на своих ошибках. И кто-то может сказать, ой, нет, я никогда не ошибаюсь, вы что, я очень точен, я очень все точно делаю, все очень точно у меня, все отлично. Давайте проведем эксперимент. Вы устали после хакатона, вы долго не спали. Самое время для теста, чтобы у вас все было хорошо. Хорошо. Мы вас протестируем. Знаете, простой тест. Простой тест. Вот смотрите, здесь будет... Кто проходил этот тест? Можно, пожалуйста, не говорить всем ничего, потому что это очень важно. Я хочу показать людям, что люди могут ошибаться. Здесь две команды, белая и черная. И для вас есть задание. Вам нужно посчитать, сколько раз белая команда друг другу передаст мячик. Нужно очень внимательно отчитать. Это очень важно. Потому что, ну, они передают по-разному мячи. Будет очень сложно, и сразу счет начнет с самого старта видео. Поэтому будьте внимательны. Вам нужно посчитать, сколько раз они дадут друг другу мяч. И я вас потом буду спрашивать. Мы будем руки поднимать, кто сколько посчитал. Так. Так. Ну, давайте посмотрим. Ну, давайте посмотрим. Сколько раз вы посчитали? Кто сколько нас считал? Сколько? 15. Кто? 14. Хорошо. Видели, да, обезьяну? Все видели? Точно, точно. Никто не хочет признаваться, что не видел. Кто-то пропустил. А? Да, да, тяжело. Конечно, процент людей, которые не видят обезьяну, около 40%. Поэтому я знаю, что здесь очень много людей. Кто-то из вас не увидел, но не хочет признаваться. К сожалению, я вовремя не остановил видео, поэтому так вот плохо получилось. Но такая вещь есть, и я на коллегах также экспериментировал. Люди забывают про ошибки. Я вам дам пример. Когда в реальной жизни у нас на проекте случилась такая же горилла, такая же обезьяна, и это было не смешно. Почему мы делали проект, который стоил миллионы долларов. Это проект силиконовой долине мы запускали. Он стоил миллионы долларов. Мы работали полтора года над ним. Команда США и в Беларуси команда была, и в США была команда. Мы работали полтора года, и нам нужно было презентовать демо. Воделец нашего стартапа презентовал демо инвесторам, чтобы они дали нам больше денег на дальнейшее развитие проекта. И за час до демо все сервисы упали. Мы просчитывали все. Мы рассчитывали на то, что базы могут упасть, там могут быть ошибки везде. У нас было 85% тест-ковередж. Все мы делали, чтобы все работало стабильно. Проверяли миллионы раз. За час до демо все упало. Как вы думаете, почему? Нет, нет, это в клауде, такого не может быть. Еще хуже. Не заплатили за домен. Не заплатили за домен. Вы представляете, миллионы долларов вкладывают. И за час до демо пожалели 25 долларов на домен. Не без шуток. Это серьезно, это большие проблемы, потому что я сам такие ошибки совершал. Это очень серьезно. И вот за час до демо 25 долларов. И это с учетом того, что Google посылает 3 e-mail до того, как он ваш домен уберет. То есть владельцу компании и девопсом приходило 3 раза письмо о том, что обновите домен. Никто его не заметил. Никто не увидел гориллу. Никто не увидел этого обезьяну. Хотя она была вот тут, говорит. E-mail ваш домен экспарится. Печально. К счастью, мы успели за 45 минут все починить. Это было очень удачно, что я смог. Я был в это время, что тестировал, у меня что-то сломалось. Я так испугался, начал смотреть. Касса ДНС упала. Мы сумели быстро все исправить. За 15 минут запустили все и протестили. Но представьте, если бы это случилось не за час, а за 15 минут. Все, потерянный контракт, миллионы долларов впустую. Никто не будет дальше инвестировать в проект, который упал, потому что не заплатили за ДНС. Вы представляете, вы инвестируете миллион долларов, вам скажут, ну мы за домен не заплатили, и он упал. Это очень печально. Это называется эффект фокусировки. Когда человек фокусируется только на одной цели, а все остальное игнорирует. Есть много примеров таких. Например, я знаю много людей, которые готовы решить все проблемы экономики Беларуси, но не могут убраться у себя в комнате. Я знаю таких людей. Каждый из нас такой. Мы можем, знаем, что все неправильно, но посуду помыть пусть моет мама. Зачем? Мы не будем помогать. Мы будем решать большие проблемы, а домашние проблемы нет. Нет, зачем? Почему? Не надо. Это и есть эффект фокусировки. Мы не видим гориллу. Мы всегда займемся на счастливое, беззаботное будущее, но не видим, что мы своими руками совершаем какие-то действия, которые не соответствуют нашим идеалам. Мы думаем, что там все будет хорошо, а сами делаем что-то плохое. Мы думаем, что у нас будет хорошая семья, нас будут любить, но не можем пойти в спортзал и сбросить немножко веса, потому что пусть меня любят таким, как я есть. Мы четко обозначили проблему. Что делать? Мы постоянно думаем, как решить проблемы государства, как что-то сделать, как построить свое будущее. Что делать в этом случае? Как нужно думать? Не нужно думать, нужно смотреть. Если бы я был умным, я мог бы придумать что-то, я бы уже давно это придумал. Я тупой. Я тупой. Если бы я что-то мог придумать, я бы уже это придумал. Если я ничего не придумал, не стал Билл Гейтсом, значит, я тупой, мне нужно не думать. Мне нужно смотреть вокруг на мои альтернативы, что я по факту делаю своими действиями. Например, все думают, о, мы будем IT-проект, сартап открывать. Достаточно не думать, это значит, что больше 50 IT-проектов закрываются. Просто посмотрите статистику. 99 компаний сталкиваются с трудностями при внедрении микросервисов. Хотя вся медиа, все в интернете говорят, микросервисы, мы будем внедрять микросервисы. 99% компаний имеют с ними проблемы по опросам. Нужны ли вам микросервисы? Не нужно думать, что вы что-то получите, используя их. Нужно смотреть, что уже люди получили. То же самое про NoSQL, MongoDB, Cassandra и так далее. По факту заходишь на сайт, смотришь 90% баз данных, это SQL, до сих пор все пользуются реализационными базами данных. Они удобные, это факт. Кто бы никакие аргументы не приводил, есть факты, это статистика. То же самое с велосипедами. Я столько велосипедов в свою жизнь написал, Господи. Постоянно у меня есть идея, я напишу сам, быстро напишу, потом открываю, что кто-то уже делал до меня это все дело. Прошел этот самый путь. Люди очень долго думают, что ой, я живу, я такой уникальный, у меня будет совсем другая жизнь, нежели у других людей. У меня родственники не умрут, они всегда будут жить. Меня никогда не уволят, да, это других людей волняет, не меня. Но есть статистика, есть факты, смотрите вокруг. Это есть противодействие этому эффекту фокусировки, нужно просто смотреть. То же самое про гениальные идеи. Знаете, я очень креативный человек, каждый день у меня 10 гениальных идей. Как улучшить то, как улучшить это, какую библиотеку лучше написать. Знаете, как я использую это? Как я к этому противодействую? У меня алгоритм очень простой. Я беру идею и гуглю ее. Если идея в гугле есть, я просто беру готовую библиотеку и копирую ее, и все. А если идеи нет, то это дерьмовая идея. Вот и все. Не бывает такой ситуации, что у вас есть гениальная идея, и ее нет в гугле. Если ее нет, это не гениальная идея. Она может быть гениальной идеей, но шанс настолько маленький, что его просто не стоит даже воспринимать. Только человек с огромным опытом может все-таки понять, что в гугле есть все, что очень-очень-очень все похожее, но и не именно то. Тогда вы можете что-то конкретно, свою идею куда-то применить. И то не факт. Потому что идея это одно, а реализация это совсем другое. Ее еще нужно реализовать. Ну, да, зачем придумывать все самому? Нужно просто скопировать. Собственно, это всегда работает. Самая нормальная техника. Потому что вы сами ничего не можете сделать. Все языки программирования, написанные другими людьми, вы уже пользуетесь чужим трудом. Нужно это просто признать и стараться как можно больше чужого труда использовать. Почему? Когда вы пишете свой велосипед, вы не уважаете всех тех людей, которые написали его до вас. Кто-то написал гениальный алгоритм сортировки. Вы же не будете его переписывать, правильно? Зачем? Зачем переписывать? Даже если вы перепишете и перепишете более-менее нормально, тот человек старался ради вас, писал эту библиотеку, вы просто это выбрасываете. Так не нужно делать. Нужно уважать других людей и доверять им. Например, кто знает, что можно получить бесплатный VPS от Google на всю жизнь? Не все знают. Я в своей практике встречал студентов, они говорят, что бесплатный сервер где? Говорю, да, есть бесплатный сервер. Вы могли хакатон на нем запустить. Халявный сервер с публичным IP-адресом. Просто на халяву. Не нужно думать, как сделать там что-то. Достаточно взять сервер, посмотреть, прогуглить. Google дает вам на халяву VPS и много чего. Например, есть проект Google Collab. Там есть просто бесплатная видюха, 11 гигов памяти. Халявных. На бесплатно вообще. Прям коммунизм какой-то. То же самое. База данных. Зачем поднимать свою базу данных? Есть готовый Mongo в клауде. Подключаетесь, берете ключи. Там реплика, сет, гарантированно, что у вас данные останутся. Там реалиабилити, все-все-все есть. Бесплатная база. Бесплатная. Даже если бы она стоила один цент, никто бы ее не брал. Потому что один цент в миллион раз больше, чем ничего. То же самое, например, когда меня спрашивают на презентациях студенты, а что мне нужно уйти, с какого языка программирования нужно начать, а что я должен знать, а что я должен знать. Не нужно думать, что вы должны учить. Нужно смотреть. Заходите на вакансии, смотрите, кому сколько платят, кто требуется. И сразу понимаете, что за ситуация. Так, смотрим, везде требуются джава-разработчики. Так, либо они всем нужны, либо никто не хочет быть джава-разработчиком. Одно из двух. Ну, никто не знает правильный ответ на вопрос. На самом деле, часть компаний, часть программистов не хочет быть джавой, поэтому все джаву идут. Но очень много компаний работают на джаве. И она нужна всем. И люди готовы платить вам деньги за это. Это просто анализ. Это просто цифры. Как вы их интерпретируете, неважно. Но если вы думаете, вы не увидите эти цифры. Вы будете думать у себя в голове. Гораздо лучше, когда у вас больше вещей, над чем можно подумать. Надо больше смотреть, а не думать. Бесплатные курсы. Бесплатная пицца. Я преподавал бесплатные курсы на предыдущей компании. На халяву. Бесплатно студенты приходят. Я, синер-программист, обучаю их реальным вещам, которые я на проекте использую. За бесплатно. Это не образование университета, в котором вам нужно что-то платить. Вы просто бесплатно приходите в компанию. Бесплатно садитесь на рабочее место, которое вам подготовили. И бесплатно. Я вас трачу время и обучаю вас. Бесплатно. Есть компании, которые занимаются этим. Бесплатная пицца тоже есть. Я не скажу вам, где она, потому что вы должны смотреть, гуглить, смотреть, какие есть ивенты в Беларуси. На них записываться вовремя. Вот. Еще одна проблема. Она более известная, но, надеюсь, кому-то неизвестно, кому-то покажется эта вещь полезна. Сейчас посмотрим, по времени мы укладываемся. Да. Во времена Второй мировой войны, когда Англия начала отвоевывать земли у Германии, они бомбардировали германские укрепления и начали замечать, что на самолетах дырки от пуль концентрируются в определенных местах. И они такие думают, ну, блин, наверное, если они концентрируются в этих местах, надо поставить там броню, правильно? Они... Это решение дошло до почти самого верхнего начальника. Уже собирались его принять, когда один математик сказал, вы что, идиоты? Совсем идиоты. Нужно бронировать там, где нет пуль. Это логично. И сказать, как так, почему? Ну, говорит, ну, потому что те самолеты, куда попадали сюда и сюда и сюда, возвращались без проблем. А те самолеты, которым попали по двигателю, кабине, бензобакам и хвосту, не возвращались. Это как бы очевидно, когда я об этом сказал, но в жизни встречаются не менее очевидные вещи, которые более скрыты. И эта ошибка в нас присутствует. Это называется систематическая ошибка выжившего, когда мы получаем информацию только от тех, от ограниченной группы людей, которая прошла через определенный путь. Ну, вот яркий пример тоже приводят про дельфинов. Что якобы дельфины спасают людей. Ну, я не знаю, якобы, может быть, действительно спасают. Но что, если дельфины просто толкают людей в любую сторону, неважно какую? А информация у нас поступает только от тех людей, которые дельфины толкали в хорошую сторону. А может быть, кто-то высадился совсем возле берега, а дельфин его потянул в озеро, в море. Но мы его не услышим, он умер. Мы можем слышать информацию только от тех, кто выжил. То же самое, как о самолетах. Давайте более сложный пример для вас. Это тоже ошибка выжившего. Если Билл Гейтс бросил учебу, он стал Билл Гейтсом, у него 50 миллиардов долларов. А если вы бросите учебу, вы будете работать в Макдональдсе. Да, это правда. Почему? Потому что это всего лишь рассказы успешных людей. Там, Путин был троечником. Что, мы теперь все троечниками должны быть? Или что, ты троечник гарантируешь, что ты будешь президентом? Нет. Причина и следствие поменены. Он был троечником, потому что он думал о проблемах страны, а не потому что он был троечником, он стал президентом. Поэтому не думай, ищи причину, откуда появилась информация, что она значит. Давайте приведем яркие примеры, которые я встречал в своем опыте. «Гугл перешел на микросервисы, мы тоже должны перейти на микросервисы». Нет. Мы же не Гугл. Мы не Гугл. Зачем нам переходить на микросервисы? Другое дело, что если наша компания тоже компания, которой есть куча сервисов, и компания, которая сталкивается с такими же проблемами, тогда мы можем перейти на микросервисы. А если мы не такая компания, зачем? Это не значит, что надо переходить на микросервисы. Мы же не Гугл. То же самое, я видел такую вещь, когда мне говорят, «Ой, знаете, разработчикам на DevBuy платят вот столько, там, медианная зарплата, а вот я получаю меньше, а я должен получать больше, потому что медианная такая зарплата». Нет, это не значит, что вы должны получать больше. Значит, что вы херово работаете, и вам никто не платит. Вот что это значит. Или вам нужно поменять компанию, потому что она вам не доплачет, если вы правы, потому что если вы не правы, вы уйдете с компании, и никто вас вообще не возьмет. Это ничего не значит. Цифра значит только цифры. В IT-в IT. Кто слышал про в IT-в IT? Это такие статьи на онлайнере. «Ой, я был таким человеком, я занимался тем-то, тем-то, а потом я решил войти в IT, и вошел, и теперь я тим-лиц с двумя годами опыта». Знаете, если я начну рассказывать свою историю, прежде чем вам стать senior go-lang-разработчиком, вам нужно будет поработать на стройке, отремонтировать канализацию, полтора года тянуть сети, пожить в Кыргызстане, пройти через две революции, и потом только стать senior go-lang-разработчиком. Поэтому история успешных людей работает только для успешных людей. Если вы успешны, они для вас не работают. Для неуспешных людей алгоритм совсем другой. Почему еще? Например, никто не хочет признавать, что есть люди с разным уровнем интеллекта. Это очень болезненно признавать, что кто-то умнее тебя. Но это факт. Я не могу вести себя, как Стив Джобс. Почему? Я тупой. Я уже об этом сказал. Я должен вести себя соответственно моему положению. Я не могу следовать тому, что делали другие люди. Вдруг им просто провезло. Человек говорит, «О, я вложил в биткоин, получил вот столько баксов». Вы вкладываетесь в биткоин, получаете ничего. Да, поэтому ищите причину. Самое главное, Павла, если ты умный, почему ты бедный? Обычно я задавал этот вопрос учителям экономики в университете, в школе, потому что если человек хорош в экономике, он умеет считать бабки, он же давно бы торговал на бирже и предсказывал экономические вещи. Я не хочу ничего сказать про преподавателя экономики. Нет, я просто тролль. Я просто решил потроллить человека. Но эта мысль, она есть. Когда человек что-то говорит, я сразу подразумеваю, кто он такой, чего он достиг в своей жизни и почему я ему должен верить. Я ищу причину, почему его слово важно. Потому что если человек ничего не заработал, у него ничего нет, и он говорит, как что-то исправить, это все равно, что у бомжа спрашивать, как нужно вести экономику страны. Как он может сказать? Он свою экономику не может вести. Ничего про бомжей тоже плохого сказать не хочу. Ну и, как я сказал, советы успешных бизнесменов работают только для успешных бизнесменов. Нет гарантии, что если вы будете делать так же, вы получите тот же результат. Потому что шанс, что вы станете успешным бизнесменом, очень низок. Последний тест для вас. Это уже последняя часть презентации, так что можете потихонечку расслабиться. Последняя часть. У вас здесь два варианта. У вас есть коробочка, бокс A и бокс B. Две коробочки. В первой коробочке три зеленых шара, один красный. Вы можете вытянуть один шар, не глядя. Вытяните зеленый, получите тысячу долларов. Вытяните красный, ничего не получите. Вы можете выбрать любую коробку. Просто коробку, которой у вас вероятность 100% вытянуть, шарик, вам дадут только 700 долларов. А здесь у вас есть шанс заработать тысячу. Так вот, представьте, сейчас реально вот здесь решит коробка, и я реально вам дам деньги. Какую коробку вы выберете? Кто выберет вторую коробку? Да, да, бокс B. Хорошо, а кто выберет первую коробку? Три человека. Большинство выбрало вторую коробку. А давайте теперь сделаем наоборот. Вы мне должны денег. И я вам даю шанс. У вас есть вариант вытянуть первую коробку, у вас есть шанс потерять тысячу долларов, но есть 25% шанса ничего мне не заплатить. а также вы можете просто вытянуть с бокс B и заплатить мне гарантированно 700 баксов. Допустим, тысячу баксов. Допустим, здесь долг умножается на ноль, здесь гарантированно, я говорю, ну ладно, 300 баксов я снимаю, а если вы вытягиваете зеленый шар, вы полностью долг платите. Что вы выберете? Да, какую, кто выберет бокс A? Ага, кто выберет бокс B? Отлично. Если вы посчитаете вероятности, то вот здесь вот в среднем 750 долларов, как в этом случае, так и в этом случае. Вы поймете, что здесь выгоднее всегда брать риск, а здесь выгоднее брать риск. Это называется эффект псевдоуверенности. Я перевел с английского, потому что в Википедии нет русской статьи на это когнитивное искажение, но люди стараются избегать рисков, когда они что-то получают, и пытаются брать риски, когда у них что-то не получается. Когда они потеряют что-то, но они рискуют, чтобы не потерять. Например, когда я рефакторирую код, я такой, блин, зачем мне рефакторить код? Я просто добавлю костыли и все. Зачем мне рисковать? Я уже получаю зарплату, я буду так вот нормально все делать, ничего рисковать не буду. Или, например, наоборот, я еще не закончил один модуль, и у меня есть риск того, что меня начальство за это тавокнет, я принимаю за другой, чтобы компенсировать это, якобы, ой, я над двумя модулями работаю. Но если я не закончил один модуль, какой шанс, что я закончу второй? Такой же низкий. Ну, давайте продолжим тест. Кто что выберет? Кто хочет пройти интервью в другую компанию, а кто хочет просто работать там, где он работает? Кто выберет BoxB, например? Би, Би, Би. Второй. Правильно. Это всего лишь интервью. Вы ничего не теряете. Вы ничего не теряете, соответственно, нужно брать риск. Но человек психологически такой, ой, блин, я что-то буду получать. Да ну, я лучше буду работать, где я работаю, и буду столько получать, сколько я работаю. Зачем я буду брать риски? Хотя рисков никаких нету, но вот эта психология, она мешает. Ну, давайте еще посмотрим примеры. Ну, хуже пример такой. Очень жесткий пример. Для Кыргызстана он очень, очень релевантен, не знаю, насколько он релевантен для Беларуси. Вот сколько вы, вот, например, штраф 100 тысяч долларов официально заплатить, а вы можете дать взятку потихонечку 100 долларов, экономить 900 баксов. Что вы выберете? Да, 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 да. Никто ничего не говорит, никто руки не поднимает. Это снимается на камеру, так что, так что смотрите. Я знаю, что все хотят взять взятку, но лучше гарантированно заплатить 1000 долларов. Почему? Потому что вы гарантированно теряете 1000 долларов. Если вас поймают за взятку, вы заплатите не на 1000 долларов, вы заплатите 2 или 5 лет, умноженное на вашу зарплату на всю жизнь. А может быть, даже кое-что другое в тюрьме потеряете. Ну и теперь, наверное, самый сложный вопрос. Давайте посмотрим. Кто из вас любит брать риски? Да. Кто выбирает ждать? Ждать и возлеить свою возлюбленную или возлюбленного? А кто хочет, знаешь, я ее люблю, я пошел признаюсь. Давайте честно признаемся, что большинство выбирает вот этот вариант. По крайней мере, первые два года. Но тут так же, как с интервью. Ничего не случится, если вы признаете, вам откажут. Ничего не случится, если вас девушка ненавидит, ничего не сможете сделать. Абсолютно. Ваше дело. Я не лезу ни в чью жизнь. Я представляю только, так сказать, у меня был печальный опыт, да, можно так сказать. И вот, вот его результат. Может быть, у кого-то нет печального опыта. Это же статистическая вещь. Потому что, если вы помните, нет гарантии, что это будет статистически вероятно. Просто я знаю, что брать риск всегда выгодней, когда вы ничего не теряете. Например, возьмем биржевой трейдинг. Торговлю на бирже. Есть такой глобальный индекс, как он называется, S&P, по-моему. Да, S&P 500. Или S&P, я не помню, короче. И вот, если посмотреть за много-много-много времени, этот индекс всегда растет. Медленно растет, но растет. Если в среднем брать, рандомно делать ставки, то ставки на повышение курса всегда выгодней. То есть, статистически брать риск всегда выгодней. Поэтому, если у вас есть дилемма, что делать, помните, что если вы ничего не теряете, конечно, нужно брать риск. Если вы теряете чуть-чуть, надо брать риск. интервью в другую компанию ничего не стоит. Конечно, это стоит компании денег на проведение интервью и так далее, но если вы не подходите к компании, то у вас, конечно, сразу отошьет еще то интервью. Так что, нужно знать. Но это работает только, это выгодно, только если у вас проблемы очень сложные, как любовь. Когда есть очень много-много-много разных параметров для принятия решений, тогда вы используете этот подход, чтобы компенсировать ваше внутреннее желание не брать риск, когда вы можете что-то получить и не рисковать, когда вы что-то можете проиграть. Вы хотите компенсировать свое естественное что-то. Но когда у вас есть, когда проблема не такая сложная, не нужно думать, нужно считать. нечеловеческие подходы выгоднее человеческих, они не ошибаются. Например, у меня есть вот три решения. На скидку давайте сразу поднимаем руки. Первое решение, кто выбирает? Да. Пять, четыре, три, два, один. Никто не выбирает первое решение, да? Второе решение, кто выбирает? Пять, четыре, три, два, один. Ага. Третье решение, кто выбирает? Четыре, три, два, один. Отлично. Я просто сажусь и начинаю считать. Я не выбираю решение на скидку, я сажусь с калькулятором и считаю так. Допустим, первое решение правильное, я получаю 60 баксов. Допустим, второе решение правильное, в среднем я получаю 120 долларов. Допустим, третье решение правильное, в среднем я получаю 100 долларов. Ну что если вероятность будет против меня, если я буду проигрывать, если я приму первое решение и проиграю, я ничего не выиграю, потому что при первом решении оно стабильно и гарантированно я ничего не проигрываю. Второе решение, проигрываю 160 долларов, третье 45, математический подсчет, как ни странно, первое решение самое выгодное, хотя третье кажется очень хорошим, блин, тысячу баксов, 10 шансов в процент, конечно надо ставить. То есть человеческая психика очень плохо оценивает, как сказать, unidimensional вероятности, так сказать, когда количество цифр мало, человек плохо оценивает. Есть даже психологический эксперимент, когда людей просят быстро посчитать уравнение, ну не уравнение, а выражение, там, 1 умножить на 2, умножить на 3, умножить на 4, умножить на 5, умножить на 8 и до 8. И дают быстро посчитать, 5 секунд и примерно сказать, сколько будет. Так вот, если люди начинают с 1 до 8, результат получается около 520. А если люди начинают с 8 до 1, написано выражение, то же самое выражение, только с восьмерки начинается, люди дают результат 20 тысяч, а на самом деле там 40. Так вот, человек интуитивно числами просто плохо оперирует. Если у вас есть возможность информацию численно записать и перемножить хотя бы минимум, а потом вот этот уже минимум проанализировать своим мозгом, вы будете гораздо эффективнее. Объясняю почему. Кто помнит, Каспаров проиграл Deep Blue очень-очень давно, шахматы, компьютеры, все, компьютер лучше. С тех пор шахматисты используют компьютеры для того, чтобы обучаться и смотреть. И вот Каспаров, когда играл с друзьями, они играли прям с компьютером, рядом, они могут смотреть подсказки и решили поиграть. И они нашли, что последний нуб шахматок с компьютером играет намного лучше, чем гроссмейстер. Они более того посмотрели, что последний нуб, который играет с компьютером и использует правильные методы взаимодействия с компьютером, играет лучше, чем гроссмейстер с компьютером, который просто использует плохие методы, но не совсем эффективные. Человек с компьютером гораздо сильнее, чем человек, намного. Просто какой-то нуб шахматок с компьютером может обыграть гроссмейстера. Хотя гроссмейстер с компьютером может более-менее нормально играть. Но когда человек добавляется к компьютеру, человек добавляет вот эту вот интуитивность этому процессу. Поэтому мы должны использовать не только наши человеческие чувства, но и компьютерные. Поэтому я и назвал презентацию «Нечеловеческие подходы». Подходы, которые совмещают в себе и численное, и бесчисленное. И мы стараемся численное дать компьютеру, или нашей логике. В первых двух примерах это была логика. Так, откуда пришла информация, так, куда надо смотреть. Если бы наша компания рассчитала риски, что мы затрачиваем 25 долларов, чтобы не рисковать 10 миллионами, они бы посчитали на бумаге, что гораздо выгоднее заплатить 1000 долларов за домен на 20 лет вперед, чем попадать в такую ситуацию. Я свои идеи не просто так взял, я их тоже скопировал. Это ссылки на источники. И много идей я позаимствовал Джордана Петерсона касательно психологических моментов. Это видео я тоже у него скоммуниздил. А он, в свою очередь, показывал... В свою очередь это видео было записано другим психологом. Когда я видео показывал, там был копирайт его. Ну и, собственно, фразу «Не думай, смотри» я тоже скопировал. Я не тратил свое жизненное время на то, чтобы выработать правильные способы жизни. Я тоже позаимствовал других людей это. Я тоже советую не думать своей головой, а копировать чужие идеи. То же самое с коробкой. Я знал эти вещи до этого, но когда люди показывают мне наглядный результат с коробками, что я делаю глупость, это очень видно. В принципе, это все? Вопросы? Сколько у нас времени? 20 минут на вопросы. Может, у кого-то есть вопросы о подходах к разработке, человеческих или нечеловеческих. Events.by, например, для Беларуси. Постоянно ивенты. А что я вам говорю? Давайте посмотрим. Смотрите, заходите, там, вот так вот. Шкадыш. Вообще странный, так, я не понял, event.by, что ли? Нет. Господи, я домен забыл. Ладно. Да. Короче, Google ваш помощник. Я просто, у меня была ссылка готовая. Ну, как видно, что-то либо домен поменяли, либо что, потому что почему-то не нашел. Ну, просто гуглите, смотрите. Потому что гугл – это ваши глаза. То есть, часто, когда я обучаю стажеров, меня спрашивают, а как вот, Артем, сделать вот это? Я говорю, гугл. Гугл, потому что я ограниченный человек, я многого не знаю. Я сказал, я тупой. Я многого не знаю, но я использую правильные подходы, использую гугл, чтобы найти. Если меня спрашивают, как сделать вот это, вот это, я иду в гугл, смотрю и даю ответ. К сожалению, вот я сейчас облажался, я не могу найти events.by. Я помню, я могу потратить 5 минут и найти этот ресурс, но уже, это уже будет не то. Поэтому как-то так. А, events.dev.by, да? Ну, давай, ну, гугл не нашел мне, event.dev.by. Ну, спасибо большое, Настя, спасибо. А, вот, все ивенты, иду, не иду, там, бесплатный вход. Если вам, ну, интересен какой-то язык программирования, приятно прийти посмотреть. Конечно, я не советую идти просто так, а желательно подготовиться, изучить материал до того, как вы придете, чтобы хотя бы понимать, о чем речь. Потому что если я буду вам рассказывать, как интегрировать кибернет с GPU и runtime C, то будет сложновато для некоторых. В принципе, это все. Гуглить. Гуглить. Ну смотри, во-первых, можно сказать, я же сказал. Во-вторых, если я назвал кого-то тупым, простите, потому что я хотел назвать только себя тупым, потому что я всегда стараюсь подходить с тем смыслом, что человек, к которому я обращаюсь, знает больше, чем я сам. Да, есть шанс, очень маленький шанс, что идея появится. Я не говорю о том, что она не появится никогда, просто шанс маленький. Это как, ну какой шанс, что вы выиграете в батарею? То же самое. То есть я сейчас скажу, почему шанс маленький. Сколько времени нужно, чтобы выработать идею? Она же приходит, ну я не знаю. Ну я скажу пример, у меня как минимум пару идей в день есть. Как минимум пару, это как минимум. Вот 365 дней, 26 лет мне, я перемножаю, там получается дофига тысяч. Дофига тысяч раз, у меня было дофига тысяч, десятки тысяч идей, я ничего не придумал. Приходит следующая идея, как я сказал, я иду в Google, обязательно она дерьмовая. Да, именно, именно. Если для этого я иду в Google, не только посмотреть, что идея как бы важна, то есть не только убедиться, что кто-то уже ее сделал, а я убеждаю, что ее кто-то сделал так, как я ее воспринимаю. Потому что если я чуть-чуть неправильную идею сформулировал, то либо моя формулировка неправильная, и мне нужно свое мышление подправить под людей, потому что они больше об этом думали, и может быть их видение этой идеи лучше, чем мое. Либо наоборот, что маловероятно, что они, как с этой гориллой, не видят гориллу, а смотрят в одну сторону, а я могу чуть-чуть написать кода немножко, и сделать хороший фреймворк. Да, такое может быть. Я говорю, что я не сделал, но на самом деле у меня на гитхабе были некоторые репозитории, мне даже было один раз обидно, что я разработчик на Go, и когда Go начинал развиваться, отсутствовали некоторые инструменты, там нельзя было скользать нужную версию пакета, нельзя было заказать в зависимости и так далее, были сложности. Я вот пишу Тулзу, и через три дня разработчики Go ее выкатывают. Потом второй раз я пишу Тулзу, использую себя на проектах, чтобы докер собрать там. Через три дня выкатывает Раскокс, создатель Go, эту библиотеку. Обидно? Ну, да, то есть если есть какая-то вещь, какая-то проблема, которую хочешь решить практически, конечно, идеи бывают гениальны у всех людей. Просто нужно воспринимать это не с позитивной стороны, что, ой, моя идея самая лучшая, постараться с негативной стороны войти. Почему? Потому что если я буду воспринимать каждую идею как позитивную, я на каждую идею буду тратить очень много денег и времени на ее реализацию, что я хочу отсеять 99% идей на уровне моего мозга и даже ничего не начинать делать. Обычно я так поступаю, и тогда у меня идеи, которые остаются, они хотя бы имеют больше шанс на выживание. Конечно, конечно, это огромный опыт. Я писал свой язык программирования тоже, я писал свою виртуальную машину, я писал свою сортировку, в университете нас заставляли делать это тоже. Это полезный опыт, но только как опыт. Когда вы приходите в компанию, делаете серьезные дела, добиваетесь результата, важен только результат когда, а не ваше обучение, тогда нет смысла создавать велосипед. Я могу добавить, я могу добавить, я могу добавить, может может можно вопрос что вы хотите что вы является вашей целью от этого все зависит если ваша цель достичь цели вы видите что вы что-то сделав достичь цели пожалуйста просто как я говорю нужно иметь ввиду что вашу цель кто-то мог уже давно сделать и когда вы имеете ввиду вы по крайней мере крайней мере потратите минутку на гугление вы будете точно знать что ваше решение правильно а не будет такой ситуации как у меня когда я год писал что-то что-то что то потом нашел что касса это уже давно есть было просто epic fail я потратил много времени на воскресеньях после работы над написание того чтобы кто-то написал то есть как я сказал это мы них мы не хотим прям сверх большой точности мы не хотим избавиться от всех ошибок мы хотим избавиться только от таких больших обезьян чтобы не сделать абсолютно тупую ошибку потому что это единственная ошибка которую мы будем сожалеть то есть эти советы они не для того чтобы вот так вот надо делать то что не бывает универсальных правил у любого правила есть контекст вопрос только я делаю презентацию для того чтобы не делать огромных ошибок как я сказал чтобы у вас домен не за экспарился за час до дема чтобы не писать год что-то и узнать что это уже написано то есть вопрос только чтобы не делать больших ошибок потому что мелкие ошибки они очень показательные мы на них на обучаемся а вот большие ошибки они действительно бьют по нам мы не хотим совершать да конечно я отправлю презентацию там ссылки на статистику и так далее еще вопрос